Сегодня я сделаю обзор основных методов измерения процента подкожного жира, а также расскажу об их достоинствах и недостатках. После этого я расскажу о том, как снизить количество подкожного жира исключительно за счет изменений в питании, без изменения уровня вашей физической активности. На своем основном канале я делал материал буквально несколько дней назад о том, как снизить количество подкожного жира только за счет увеличения физической активности, не трогая питание. Мне очень хочется, чтобы вы посмотрели и тот материал тоже, ну и, естественно, этот досмотрели до конца. Потому что в этом случае у вас будет два упрощенных подхода. Я отдаю себе отчет, что это очень упрощенный подход, но именно этого мне и хочется добиться, чтобы вы поняли, что можно с помощью минимальных изменений, минимальных, не стрессовых изменений, но производимых каждый день достичь довольно ощутимых результатов. С помощью этого метода, о котором я расскажу, вы сможете сбросить 6-8 килограммов за полгода. Но об этом подробнее я расскажу позже. Сейчас перехожу к методам измерения процента подкожного жира. В основном используются сейчас три метода. Первый, самый доступный, это калипометрия. Измерение толщины подкожной жировой складки или кожной жировой складки с помощью калипера. Самый доступный, потому что все, что нужно для этого иметь, это калипер. Метод крайне неточный, несмотря на то, что он наиболее объективный. То есть вы измеряете именно толщину жировой складки подкожей в нескольких местах на своем теле. Но в силу того, что каждый раз вы защипнете чуть по-разному, калипер расположите чуть по-разному, возникает погрешность. Погрешность может достигать 3%. Представляете, что такое 3%? Если ты с 15 до 12 хочешь снизить, неточные измерения могут нивелировать этот результат. А это ведь 3%, это большая работа, большой труд. Поэтому метод очень-очень приблизительный. Второй метод, самый популярный сейчас, самый распространенный. Он встречается практически в каждом фитнес-клубе, во многих клиниках. Это так называемый биоимпедансный метод или измерение электрической проводимости тела. Из самого названия понятно, что этот метод относительный. То есть он не измеряет толщину подкожной жировой складки и количество подкожного жира, а измеряет лишь то, насколько хорошо ваше тело проводит электрический ток. Дело в том, что... Ну, вы знаете, что большей частью нашего тела состоит из воды, но разные ткани имеют разное количество жидкости в них. Например, жировая ткань в меньшей степени насыщена водой по сравнению с мышечной. И, соответственно, та ткань, в которой воды больше, лучше проводит электрический ток. На этой разнице электропроводимости разных тканей и основан данный метод. Но в этом же, на самом деле, в этом заключены его недостатки. Метод достаточно надежный, если вы проводите измерения всегда в идентичных условиях. То есть, к примеру, утром натощак до какой-либо физической активности после полноценного сна в одном и том же часовом поясе. Сейчас объясню, почему все эти факторы влияют. Например, если вы провели измерения, получили некий результат, а после этого поднялись на десятый этаж, допустим, пешком, и снова провели измерения. Аппарат покажет, что процент жира стал меньше. Хотя очевидно, что количество жира не изменилось. Просто перераспределилась жидкость в организме. И, соответственно, изменилась электропроводимость вашего тела. То есть, любая физическая нагрузка тут же скажется на снижении процента подкожного жира. Ну, по результату данного тестирования. Второй фактор, который может повлиять, это любой стресс. Любой стресс, такой как недосып, перелет. Естественно, физическая нагрузка. Любой стресс приводит к задержке жидкости организма. И, как следствие, ваше тело начинает лучше проводить электрический ток, и результат становится лучше. Несмотря на то, что очевидно, что от того, что вы поиграли 3 часа в футбол, и, к примеру, на следующее утро измерили биомпедансным методом процент подкожного жира, вы еще не сбросили процент. А результат может стать именно настолько лучше. То же самое с перелетом со сменой часовых поясов. Перелетели в другое место, и сразу на следующий день, если вы проведете измерение, результат будет лучше. Но, естественно, зная эти минусы, можно их свести к минимуму и проводить измерения всегда в идентичных обстоятельствах. Насколько точен этот метод, если проводить измерения в идентичных обстоятельствах? Достаточно точен. То есть даже снижение на 0,3%, например, в этот понедельник вы измеритесь, и у вас будет процент 15%, а в следующий, допустим, 14,7%. Если условия идентичны, вы находитесь на некой тренировочной программе, то можно полагаться на то, что вы двигаетесь в правильном направлении. Как проводятся измерения? Об этом не сказал. Вы становитесь басыми стопами на два электрода, и через вас проходит слабый электрический ток. Это невозможно почувствовать, ток очень слабый. Чуть реже используются аппараты с четырьмя электродами, где еще двумя кистями ты берешься, то есть две стопы и две кисти. И все, и аппарат тут же распечатывает тебе твой процентный состав тела. Третий метод, самый точный, но не очень доступный. Здесь в Калифорнии доступен. Это гидростатическое взвешивание или подводное взвешивание. Здесь во множестве фитнес-клубов предлагается эта услуга, и стоит она порядка 35-40 долларов. В России я пока не слышал ни в одном из клубов, чтобы было такое предложение, ни в одной из клиник. Но это не значит, что данный метод не используется в нашей стране. Возможно, просто нужно поискать хорошенько, и тогда вы найдете, как проводится взвешивание. Большая ванная с теплой водой, в которую ты погружаешься полностью, минимум одежды, и, находясь под водой, полностью выдыхаешь воздух. То есть задача максимально избавиться от воздуха в легких. Проводится три последовательных измерения, берет средний результат. Что делают эти весы? Они измеряют ваш вес под водой. То есть сравнивают плотность вашего тела с плотностью воды. Чем больше в твоем теле мышц, которые насыщены водой, тем, естественно, ты будешь тяжелее, и тем будет больше твой вес под водой. Жировая ткань менее насыщена водой, поэтому, естественно, она легче и всплывает. Более полные люди будут всплывать. Какие могут быть искажения? Физическая активность никак не повлияет на результаты измерения методом гидростатического взвешивания. То есть твой вес под водой не изменится. Но плотный прием пищи, особенно такой тяжелой пищи, повлияет, улучшив твой результат. И выпитая вода непосредственно перед измерением тоже улучшит твой результат. Потому что ты в чистом виде употребил ту субстанцию, в которой тебя взвешивают. То есть, естественно, ты стал плотнее. Вес твоего тела стал больше при таком же объеме. Зачем вообще нужно измерять процент подкожного жира? Естественно, в этих измерениях нет никакого смысла, если их сделать просто один раз. Что носить этот листочек с собой и говорить всем, какой у вас процент. Ну, как бы это не информативно. Эти измерения нужны исключительно для того, чтобы смотреть их в динамике. То есть, измерить, а потом начать что-то делать для изменения этого показателя. Для улучшения своей физической формы. Через месяц провериться вновь, увидеть, что результат стал лучше, получить вот это ощущение победы, заслуженное, подтвержденное документом. И продолжить еще с удвоенным энтузиазмом. Вот зачем эти измерения нужны. Я считаю, обязательно, ребят, если вы беретесь за какую-то программу, тренировок или питание, неважно, или то и другое, измерьтесь на старте. Потому что у вас будет, как говорится, у вас не будет второго шанса сделать измерение до. Теперь перехожу к программе, о которой говорил. Как снизить количество подкожного жира, меняя только питание, но не затрагивая пока вашу физическую активность. С чего начинается наш эксперимент? С того, что вы в течение одной недели, пока ничего не меняя, записываете все, что вы съедаете. Выпили воду, записали. Выпили сок, записали. Съели какое-то блюдо, записали. Сколько граммов, что в нем было. Не очень простая задача, но выполнимая. Так называемый дневник питания. Всего лишь одну неделю, 7 дней, но каждый прием пищи. Заметки носите с собой, блокнот носите с собой, неважно, куда угодно, но все без исключения. Эта практика, конечно, заставит вас сконцентрировать свое внимание на питании. Что и хорошо, потому что вы как минимум к концу недели будете отдавать себе отчет, сколько и чего вы едите в действительности. Но вам должно быть комфортно. Заметьте, что я сейчас говорю. Вы себе не ограничиваете. Вы едите именно так, как вы питались. Это очень важно. В конце недели вам нужно проанализировать. Вот эта работа чуть сложнее, но тоже выполнимая. Есть множество приложений сейчас, которые позволят вам подставить туда, в эти приложения по расчету БЖУ, подставить те блюда, которые вы съедали, в каких количествах были те или иные ингредиенты. Например, съели вы там спагетти с сыром. Сколько там было сыра, сколько было спагетти. Если вы съели какое-то готовое блюдо в ресторане, ну, тоже в приложениях есть расчет БЖУ готовых блюд. Какие-то отклонения могут быть, но плюс-минус вы картину получите. У меня есть предположение, какова будет пропорция при комфортном, ненапрягающем питании. Очевидно, что у вас будет достаточно большое количество углеводов и жиров. Белок обычно организм просит ровно в том количестве, в котором он необходим для текущего уровня физической активности. Потому что белок – это строительный материал нашего тела. И, соответственно, когда вы наносите повреждения своим тканям с помощью физической активности, физической нагрузки, она всегда производит небольшие повреждения, запросы в белке или потребность в белке увеличивается. Организм очень тонко чувствует эти моменты, поэтому по белку у вас будет все нормально. А вот углеводы и жиры организм не чувствует избытка. Это обусловлено предпосылками на всей нашей длительной истории и голодных времен. Поэтому организм всегда будет брать с избытком. Посчитав всю эту картину по итогам недели, вы должны сделать следующее. Каждый день сократить углеводы и жиры в следующей пропорции. Жиры на 20 граммов в сутки, углеводы на 30 граммов в сутки. Это ничтожное изменение. Поверьте моему опыту, что если вы питались комфортно в течение этой недели, то вы почти не заметите это изменение. 20 граммов жиров, 30 граммов углеводов. Но для того, чтобы это осуществить, вам нужно будет начать внимательно следить за своими приемами пищи. Проще всего углеводы убрать за счет хлебобулочных изделий. Например, не съесть 60 граммов хлеба. Обычно в хлебе содержится на 100 граммов 50 граммов углеводов. Также не устану вам напоминать про сладкие напитки. В одной такой банке содержится почти 30 граммов углеводов. Можно также убрать сахар из своих чашек кофе и чая. 6 кусочков сахара – это эквивалент 30 граммам углеводов. И вот еще примеры того, как можно сократить углеводы. Два больших мандарина, например, это 30 граммов углеводов. Полтора вот таких апельсина крупных – 30 граммов углеводов. Половинка бублика с изюмом – это уже 30 граммов углеводов. Французский багет – 1,6 этого багета, то есть приблизительно столько. Это 30 граммов углеводов. Кондитерское изделие. Вот такая яблочная вещь имеет в себе 78 граммов углеводов и 23 грамма жиров. 78 нам нужно урезать всего лишь половину, даже менее чем половину такой кондитерской штуки. С углеводами вы разберетесь просто. С жирами. С жирами, проанализировав в течение той недели все, что вы едите, вы поймете, где и в каких количествах содержатся жиры. Просто сократите эти ингредиенты. Например, любите вы сыр? Сократите пару кусочков сыра. Любите вы добавлять масло в салат, к примеру? Сократите на 20 граммов. 20 граммов жиров, для примера, это полторы столовых ложки оливкового масла. Все. Швейцарский сыр. Три вот таких слайса, это 21 грамм жиров. То есть, можно сократить на бутерброд с тремя кусочками такого сыра, и вот вам будет уже сразу компенсация. Сократив углеводы на 30 граммов и жиры на 20, вы достигаете дефицитов 300 килокалорий. Что такое 300 килокалорий дефицита? Это и есть то, что по прошествии полугода даст вам снижение веса на 6-8 килограммов. Причем я сейчас беру не какие-то там фантастические, самые лучшие результаты. Это, я бы сказал, очень средняя потеря, которую вы достигнете в случае, если действительно, действительно создадите дефицит в 300 килокалорий. Чего вам ждать по ощущениям? Чуть-чуть, возможно, вы ощутите голод слегка. Это не будет мучительный голод, это будет легкое ощущение голода иногда. И здесь просто нужно сохранить данную дисциплину. Я, конечно, призываю вас все-таки посмотреть материал про то, как с помощью тренировок без изменений питания произвести те же результаты. И, возможно, вам захочется месяц поработать по этой программе, которая сейчас, а месяц по той программе, оставив питание в покое, но начав двигаться немного больше каждый день. И вот так, сочетая эти два подхода, вы 100% войдете во вкус. Ребят, вот что мне в данном подходе импонирует больше всего? Что изменения минимальные, а результат ощутимый. И вкус к делу появляется. И нет путаницы в голове. Нужно ведь упростить. Чем проще, тем надежнее. Так мы устроены. Искусство малых шагов. Малыми шагами двигаемся. Если же вас не устраивают малые шаги, как большинство людей, всем же хочется сейчас и здесь. Особенно с учетом приближающейся весны. Я предлагаю вам тогда вливаться в мой проект Супер Тело. Две недели я учу вас, как питаться вкусно, но дефицитно. И тренироваться интенсивно, но идеально выберенно. Две недели вы пропускаете мои знания через себя, и они становятся вашей собственностью. Но две недели нужно посвятить строгой дисциплине. В Супер Теле вы за две недели сбросите 3-4 килограмма. Это средний результат. Но это, конечно, такой стартовый пинок, чтобы дальше вы уже двигались самостоятельно. Вот вам быстро и сразу. Но надо продолжать дальше. Переходите по ссылке внизу. Новый сезон, новый двухнедельный отрезок стартует буквально через несколько дней. Какой бы путь вы не выбрали, ребят, я желаю вам хотя бы начать двигаться в этом направлении. Хотя бы попробовать что-то. Лучше вот эти маленькие изменения. Чуть двигаться больше, чуть питаться иначе. И вы начнете входить во вкус. Почему движение, мне кажется, все-таки более приоритетным методом? Потому что у вас добавляется энергия. Потому что когда вы начинаете есть меньше, у вас не добавляется энергии как таковой. Вы просто концентрируете внимание на питании. А когда вы начинаете двигаться больше, у вас появляется больше сил. Больше идет этот круговорот через вас. Вот эта прокачка энергии. Больше вкуса к жизни. И это уже качественно другое существование. Спасибо вам большое за внимание. С вами был Денис Семенихин. До новых встреч. Пока. Чтобы не пропускать новые видео, подписывайтесь на канал Дениса Семенихина. Чтобы быть в курсе других активностей, подписывайтесь также на его Инстаграм.